Валерий Константинович, приветствую вас! Я вот в отличнейшем настроении, приехал к себе на участок. Ну, не сейчас приехал, уж часа два, наверное, назад, как прошло это, часа два. Вот такая шикарная погода у нас, вообще прям супер, солнышко светит. Температура, наверное, где-то плюс два градуса. Ну, льда нету в бочках, в корыте у меня, в бочках я вылил уже воду, в корыте осталось. Вот, поэтому плюс, всю неделю дожди шли, а на выходные такая шикарная погода. Вот, продолжаю наблюдать за уссурийской грушей, за этой, она единственная такая. Другие, у меня несколько их есть, которые в прошлом году мне присылали семена, выращенные из них. А эта уссурийка до сих пор, она у нее, листочки даже вообще, как будто бы не было никакого мороза, ничего это. А морозы-то были, чуть ли там, ну, 10 градусов, наверное, не было, минус. Хотя, черт его знает, здесь, может, и было. Ну, она вот такая стоит, вечно зеленая груша уссурийская. Посмотрим, посмотрим, в следующий раз приеду, еще раз сфотографирую, поснимаю. Очень даже интересно, когда она листочки сбросит. Или в зиму так уйдет, как это, с листьями. Абрикосики ваши, все листочки сбросили, к зиме готовы. Такие красавцы, это что у меня тут, серафим растет. Серафима довольно много, вон полно их. Королевский, это рыжий, королевский академик. Академики, вон, вымахали на моей дурацкой почве. Вот это, наверное, сантиметров 60. Красавчик. Он уже через два года будет плодоносить, вон, и твитца стал. Вон тут академик-пианисты, тоже большущие. Никакие огромные фарина. В общем, абрикосики приживаются на нашей земле. Хоть и не плодородной, но все равно тут красота, вон, Волга. Будет город, будет сад у нас.